В поселке 8 марта ведут реконструкцию плотины, которую построили больше 30 лет назад. Сооружение обветшало и практически не выполняло свое прямое назначение, из-за чего ежегодно вода затапливала дачи в пойме реки Тула. Как восстанавливают гидротехнический объект, наблюдал мой коллега Анатолий Харитонов. С этими откосами никаких проблем. Старый бетон уберут, зальют новый гидромолотом, ничего не мешает. А вот с Рейсбермой, площадкой в Нижнем Бьефе плотины, все намного сложнее, говорят специалисты. Там стоит вода. Чтобы закончить ремонт и восстановление бетонной поверхности крепления Рейсбермы, нужно 400 кубометров бетона старого разобрать, удалить, и 400 кубометров восстановить новый бетон. А приток воды из существующих родников очень высокий. И, к сожалению, проектом это не было предусмотрено. Вот сейчас в этом небольшая трудность, сложность есть. Ну, я думаю, она устранится. Есть разные способы. Есть водопонижение, есть водоотведение, есть откачка воды. Гидротехническое сооружение на реке Тула в поселке 8 Марта спроектировали еще в 77 году. В 89-м плотину сдали в эксплуатацию. Ее основная функция — наполнение воды для орошения полей у чхоза Тулинский. В верхнем Бьефе был пруд, рядом — насосная станция. После распада Советского Союза по назначению объект практически не использовали и капитально не ремонтировали. Ну вот, казалось бы, маленькая речка. Сейчас кое-где ее даже перепрыгнуть можно, ну, если хорошо разбежаться. Но, тем не менее, весной здесь бывают очень большие паводки. Уровень воды поднимается на несколько метров. Течение несет льдины, ветки, мусор. Соответственно, нагрузка на гидротехническое сооружение возрастает. И вот сейчас рабочие пытаются решить эту проблему. На железобетонных конструкциях закрепляют сосновые бревна. Весной, когда река начнет вскрываться, они защитят сооружение, уменьшат силу удара льдин. Прочные металлические решетки задержат мусор. По закону, после того, как работы закончат, подрядчики должны возместить ущерб рыбному хозяйству. Чтобы приступить к ремонту, строителям пришлось открывать затворы. То есть спускать в воду и осушать пруд, который был здесь много лет. После производства работ донный водосброс будет закрыт. Все задвижки, затворы будут закрыты. И опять пруд наполнится. Он наполнится вот до этого уровня, где сейчас стоит КАМАЗ. И где-то сантиметров 20 будет вода стоять от этого днища. В пруд выпустят миллионы мальков. В том числе осетровых пород, говорит представитель подрядчика. По контракту объект должны сдать в эксплуатацию 31 октября. Установить новые затворы, задвижки, укрепить грунт вокруг водопропускной трубы. Кроме того, отремонтировать автомобильную дорогу, что идет по плотине. Но, по словам директора строительной компании, все закончат уже в июле. Именно от этого сооружения во многом зависит. Будут ли дачи, расположенные по берегам Тулы в Новосибирске, страдать от весеннего половодья. Анатолий Харитонов, Борис Гладких. Новости ОТС.